39 населенных пунктов Костанайской области, в которых проживают 4,5 тысячи человек, могут оказаться в зоне подтопления во время паводка. К нему сейчас готовится регион. Когда придет большая вода и сколько денег выделено на то, чтобы направить ее в нужное русло, узнавала Наталья Строкова. В южных районах области начало паводка специалисты прогнозируют на вторую декаду марта, на севере, на начало апреля. На сегодняшний день основные водохранилища заполнены на 75%. На Каратамарском начат сброс воды. Для пропуска талых вод на реках проведут взрывные работы. Их будет в полтора раза больше, чем в прошлом году. Всего в регионе насчитывается 103 гидротехнических сооружений. Часть из них отремонтирована. Была построена Тарановская дамба по правому берегу Аят. Произведен ремонт затворов Верхнего и Нижнего Шартандинского водохранилищ. Проведены работы по укреплению берегов на реке Тирсакан в городе Аркалык. По данным синоптиков, высота снежного покрова в этом году выше прошлогодних показателей. В среднем она составляет чуть больше 20 сантиметров. Максимум зафиксирован на севере области. В Карабалыкском, Узункольском, Мендогоринском, Сарыкольском районах и Аркалыке 30-сантиметровый слой снега. На реках Табола и Тургай накоплен хороший запас влаги. Если говорить о бассейне реки Табол, то здесь влагозапасы от 450 до 700 миллионов кубов. Это меньше обычного, но больше прошлогоднего. В бассейне реки Тургай здесь практически сравнялись с нормой. То есть предполагаем, что по южным рекам воды будет достаточно много. Гидрологические прогнозы сейчас у нас будут корректироваться каждые 7 дней. При необходимости, уже когда начнется активное таяние снега, возможно, и каждые 3 дня будут корректироваться. На противопаводковые мероприятия выделено 442 миллиона тенге. На случай подтопления сформировано более сотни эвакуационных пунктов.